Вера Кузьмина живет в центре уже 13 лет. Ветеран не одинок, ее часто навещает дочка, но именно здесь ей оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Персонал 24 часа в сутки окружает фронтовика заботой и вниманием. Бывшая радистка часто вспоминает военные годы. Она готова часами рассматривать фотографии боевых друзей и подруг. Вера Николаевна ушла на фронт в 16 добровольцам. Сначала девушку приписали к войскам ПВО, а после уже отправили в роту связи. Ветеран до сих пор помнит азбуку Морзе и как передавать шифровку. Стояли мы на посту по 4 часа в любое время года, в любое время суток. У нас был 16-кратный бинокль и личное оружие у нас было, как обычно солдаты, винтовка была. И вот мы наблюдали бинокль за прохождением фашистских самолетов. Не то, что наблюдали, самое главное, что нужно было опоздать точно, а не многие были названия разные, опоздать этот фашистский самолет и передать быстро-быстро командование. Сейчас в центре находятся более 400 пенсионеров. Здесь есть отделение милосердия для тех, кому трудно передвигаться дальше палаты и секция активного долголетия. В учреждении постоянно работают более 200 сотрудников. Это врачи, медсестры и технический персонал. Пациенты помогают в бытовом плане, оказывают психологическую и медицинскую помощь. Анна Менькова смотрела процедурные, диагностические, другие кабинеты. Есть и уникальные аппараты, например, денситометр, определяющий состояние костей. А как он работает? Что, как рентген? Это как, да, рентген с малой нагрузкой. У нас их краю всего два. Но это тоже именно для геронтологии? Я думаю, да, потому что в основном стопороз развивается с возрастом. Но он хорошо дает анализ, вообще диагностику? Правильное питание – залог крепкого здоровья. Медучреждения к этому вопросу подходят предельно серьезно. Составляют меню таким образом, чтобы люди даже с больным желудком могли есть вкусную и разнообразную пищу. К каждому вы расписываете индивидуально, правильно понимаю? Да, да, да. То есть в зависимости от назначения. В чем очень сложность большая. Не каждый даже пансионат себе может это позволить. А здесь даже вот в таких маленьких кастрюльках готовят кому-то отдельно. Индивидуально. То есть так или иначе, это возрастные изменения, которые происходят. И здесь у вас каждый проживающий находится под наблюдением, я понимаю, терапевт. И терапевт уже в зависимости от заболевания назначает в том числе и диету. Как важна медицинская помощь, так и человеческое тепло. Здесь пенсионеры играют в шахматы, рисуют, читают книги. Они общаются между собой и не чувствуют себя одинокими. Анна Менькова познакомилась с подопечными центра и поздравила героя Великой Отечественной. С наступающим Днем Победы. Низкий поклон до земли за ваш подвиг. Спасибо вам, спасибо за вашу заботу. Спасибо вам, дорогой. Я вас поздравляю, обнимаю вас. Как у вас здесь дела? Как видите, у меня всегда хорошо. Ну вы улыбаетесь. А что ты тут унываешь? Мы вами гордимся. Пожелать вам еще долго-долго. Главное не просто жить долго, а чтобы жить еще и здоровым быть. Анна Менькова пообщалась с ветеранами. Они рассказали о своих боевых подвигах. Один из пенсионеров подарил сборник своих стихов. Кто-то читал собственные строки. Подруга вечного солдата. Не забывай, куда мне шла. Любая русская березка из сердца мужества зашла. Теперь бессмертны те березки. Им любоваться жизни новую. Палили же их вдовьи слезы. Солдаты обогрили кровью. В этом центре ветераны всегда под присмотром квалифицированных специалистов. Как отметила Анна Менькова, качественный уход и своевременная медицинская помощь участникам войны должна быть в каждом подобном учреждении края. Для этого в них зарезервировано больше 300 специальных палат на 800 коек. Елена Касаба, Валена Сорокина, Виктор Чаусов, Самир Гачаев, Кубань-24, Краснодар.